Приветствую вас и, как я понял, проблем у вас две основных. Это проблема задержки дыхания, задержки дыхания во сне и страх смерти. Также вы сказали, что у вас депрессия, но с этим не очень понятно. Значит, во-первых, страх задержки дыхания во сне. Это вам напишут коллеги. Я надеюсь, что необходимо обратиться к психотерапевту для прохождения психотерапевтического курса. Но если вы будете слушать мой ответ, то я предлагаю другой подход. Это подход, связанный с анализом и репроспективным переживанием тех обстоятельств, которые заставляют вас сейчас испытывать этот страх. То есть, вы не всегда боялись этого. А боялись вы этого только... начали бояться, точнее, этого вы только после, ну, каких-то, наверное, происшествий в своей жизни, каких-то обстоятельств. И вот нужно нам с вами обязательно попробовать, вот прямо в обязательном порядке вам необходимо попробовать, проанализировать все эти обстоятельства для того, чтобы получить о них правильное представление, получить правильный и верный опыт. И тогда страх, а это всегда нерациональное, мистическое представление, перейдет в область рационального, реального представления. И из абстрактного переживания, ну, то есть, абстрактного, здесь это имеется в виду неосознанного. Из неосознанного, такого смутного, смутной тревоги, перейдет в достаточно четкое понимание того, чему именно вы боитесь. И с этим уже вы сможете жить. То есть, это уже, ну, как бы, куда более лучшее состояние, чем то, что у вас есть сейчас. Дальше, теперь по поводу страха смерти. Проблема страха смерти, это всегда проблема экзистенции, то есть, проблема бытия. То есть, у вас есть некоторые трудности с определением, например, смысла своей жизни. С определением того, ради чего, для чего и по чему вы живете. И, соответственно, если у вас есть энергия, энергия для того, чтобы бояться возможной смерти, то, значит, энергия ваша не расходуется на то, что, ну, действительно, скажем так, действительно ценно, действительно имеет значение. А это уже можно вести речь тогда о том, что вы неверно распределяете свою систему, например, ценности, неверно отдаете приоритеты, неверно распределяете их, и, собственно, из-за этого возникает ваш страх смерти. Видите ли, умирают все, и боятся смерти, А бояться чего-то естественного можно только тогда, только в том случае, если, простите, у вас есть проблема с осуществлением какой-либо деятельности. И вот на эту тему, на тему вашей деятельности, на тему того, как вы организуете свою деятельность, чем вы занимаетесь, какие у вас ценности, какой вы смысл придаете всему тому, что делаете и так далее, вот на эту тему я и припочел бы с вами поговорить, потому что это очень важно. И если мы сможем с вами выявить моменты, которые являются, ну, искаженными, например, неверными, неправильными, какими-то ошибочными и так далее, если мы сможем это сделать, а мы это обязательно сможем сделать, то тогда вам же будет гораздо легче жить. И страх, он не будет вам мешать. Видите ли, еще нужно заметить одну важную вещь. Страх смерти, и вообще страх таких вот вещей, как смерть, ну, вообще-то говоря, несколько замещенных. То есть мы боимся не самой смерти, как правило, а того, что она за собой влечет. Того, что она за собой влечет. И вот, чем страшна смерть именно для вас, какое экзистенциальное значение оно имеет для вас, вот с этим, я полагаю, нужно разбираться отдельно, потому что, ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что имеет место быть сбой системы ценностей. И, соответственно, я предлагаю вам этот момент также разобраться для того, чтобы понимать, что подпитывает ваш этот самый страх смерти. Если узнать, что подпитывает ваш страх смерти, то сможем подкорректировать как раз-таки вашу деятельность, и, бояться, вы не будете. Либо будете, но гораздо меньше. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Также, что еще можно будет добавить к уже сказанному. Значит, только что еще в чем. Если у вас депрессия, то и вам терапевт прописал некие лекарства, то необходим диагноз. Если у вас есть диагноз депрессии, действительно есть диагноз депрессии, то тогда лучше следовать тому курсу лечения, которые назначил вам ваш терапевт. Потому что именно он имеет непосредственно взаимодействие с вами, и он лучше всего представляет себе, куда и как движется работа. Ну, если я сейчас, я имею ввиду, работал с вами. Поэтому вот такой тоже момент. То есть, если у вас есть диагноз, то, соответственно, нужно определять тогда, насколько, как, почему этот диагноз вероятно актуален через врача, естественно, и далее смотреть, как работа с психологом может вписаться в то, что уже осуществляет с вами психотерапевт. Также отдельно мне хочется сказать, чтобы вы таблетки не воспринимали как что-то такое, вот знаете, ну, отдельно. То есть, таблетки это здорово, но как бы не в них одних дел. Как правило, таблетки всегда используют как средство, только лишь как средство, для подготовки человека к решению его изначальных проблем. И если вы, когда вот видите эффект от этих таблеток, как бы, сохраняясь в своем другом, как вы говорите, лучшем состоянии, да, если вы при этом ничего не делаете, то есть, если вы не работаете психотерапевтом, то таблетки, к сожалению, пройдут для вас здорово. И если вам этого не хочется, то тогда старайтесь более интенсивно работать с психологом для того, чтобы именно он мог вам помочь и решить ваши проблемы. если вы собираетесь работать так, конечно, именно с ним. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. На этом, я думаю, все. Много было, в принципе, мной уже сказано. А с вами предстоит так же работать, если вы хотите, конечно, если у вас есть желание. Потому что, ну, не знаю, может быть, вы просто, ну, просто написали, как и любопытство. Вот. Но если вы действительно хотите поменять, избавиться от своих страхов, то с этим, безусловно, нужно будет работать. То есть, работать нужно будет именно с вами и именно работать в направлении страхов. Ваш страх. Страх. А это почти всегда требует какого-то времени. Вот. Так что смотрите, сами решайте, выбирайте, как вам будет лучше, так и поступать. Но помните, что ваше здоровье зависит только от вас. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok